30-миллиметровая пушка способна поражать живую силу в пределах 4 километров, а легкобронированную технику в 2 километрах. Максим корректировал мой огонь, и у деревянного щита не было ни единого шанса. Ну что, 30 миллиметров счастья для нашей деревянной подружки? Огонь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Щит был уничтожен, но противник еще имел козыри в виде БТРа и укрепленных позиций. Толщина бронемашины была около 10 миллиметров и не представляла серьезного препятствия. Но в нее еще нужно было попасть. Так, деревянная хлюпкая система нас не остановила. Мне нужно что-то более крутое. У нас есть БТР справа? Да, справа от мишени, которое ты поразил, ты наблюдаешь бронетранспортер. Так. Соответственно, это реальный макет. Ага. Как бы к нему нужно больше внимания, чем к деревянной мишени. О, я ему уделю максимально внимания. Боеприпасы в прямом смысле выпотрошили БТР. 30-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды прошивали броню и взрывались внутри корпуса, создавая огромное облако газов в подбитой машине. Прямое, прямое попадание было... Прямое было попадание в БТР. Но сейчас, я думаю, его нужно хорошенько пропарить. Окончательно добить БТР нам помогло 100-миллиметровое орудие, заряженное осколочно-фугасным снарядом. От такого фейерверка у БТРа начала отваливаться броня. С этим противником было покончено. Уникальность пушки 2А70 в оригинальной конструкции тормоза-отката и накатника, интегрированных в конструкцию ствола. Интересен и механизм выброса гильз. В конце наката ствол отпирается и экстрактор, как и шибала, выбрасывает подвыпившую гильзу из бара через специальный лючок. Последней целью была имитация укрепленной позиции в виде пирамиды из ящиков. Ну, сейчас я посмотрю, что же останется от наших ящиков. Я прогнозирую, что даже меньше, чем ничего. Так, переключаемся на сотку. И наводимся. Огонь, Макс? Да, огонь. ВОСТОРЖЕНИЕ В ИНТАНИО ВОСТОРЖЕНИЕ В ИНТАНИЕ ПРИГУСОВИНЫЕ Вapolis Продолжение следует...